Велосипед В прошлом году молодая пара путешествовала в Крым. Ксения тогда ездила еще на горном велосипеде, что было не очень удобно по признанию девушки. Поэтому в этом году она приобрела циклокросс, привезенный специально из Англии. На тоненьких колесиках намного проще покорять длинные ровные дистанции. А в силу того, что мы собрались этим летом поехать именно в Европу, там все в порядке с велоинфраструктурой, ровные дороги, ну и сама местность позволяет длинные дистанции проходить. Поэтому такой выбор. Кроме желания опробовать свои силы и посмотреть страны, Ксения и Анатолий поставили перед собой цель узнать, как обстоят дела с велосипедами в Европе. Велосипедам там даже уделяют внимание больше, чем пешеходам. И этот опыт полезен, так как мы очень хотим улучшать нашу городскую среду. У нас сейчас очень хороший опыт есть в столице Москва. Собственно, была задача не просто посмотреть, как пешеход, как это все работает, а именно как участник, посмотреть, как можно путешествовать не только внутри города, но и из города в город перемещаться. И для этого тоже там созданы все условия. Велодорожка, конечно, шикарная в Эстонии. Это действительно идеальный ровный асфальт. Он аж светится, отблескивает солнце. Идеальная ширина, может разъехаться велосипедисты в тречные стороны, могут разойтись с пешеходами, потому что здесь чаще всего велодорожка и пешеходная тропа – это одно пространство. Про свое путешествие ребята сняли фильм. Они не стали оставлять его просто в семейном архиве, а презентовали видео 22 октября в Межпоселенческой библиотеке в Пушкино. Пара захотела поделиться опытом и дать полезные советы всем тем, кто еще не решился на подобное, но очень хочет. К примеру, Ксения и Анатолий настолько увлеклись своим путешествием, что забывали порой про отдых. Получилось так, что мы катались ежедневно, от 60 до 120 километров в день проходили, и возникала накопительная усталость. То есть нужно просто успевать день кататься, день отдыхать. Кроме Ксении и Анатолия, своим опытом поделились еще и ребята из велоклуба Time to Cycle, которые совершили путешествие из Калининграда в Ригу. К сожалению, только посетив Европу, можно понять, почему одно следует из другого, почему хорошие города – это начало, а нормальная велосипедная жизнь и инфраструктура – это уже следствие хорошего города.